всем привет часть 3 по идее должна быть это злом run ok abyss эта карта еще была в гпг и здесь самый рудиментарный метод образования билда методом проб и ошибок уже было обнаружено давным-давно что можно не двигать командира с места и что так получается как бы быстрее транспорт выходит то есть на этой карте карта очень старая да и у меня на ней большой процент побед и что я хотел сказать это карта на которой мне реально есть бил то есть это мой билд он у меня примерный голове то есть ты строишь кучу того кучу всего не обязательно что расположение чего-то у меня в голове заложен запомнил и опять же какие у нас приоритеты наш первый приоритет это острова острова да то есть именно поэтому командир не идет строить экстракторы если бы у меня приоритетом была экономика какая-то я бы наверное сделал два генератора и пошел командиром сделал два экстрактора возможно два генератора были и после двух экстракторов я бы делал генераторы вокруг МЕКСа, например. Два инженера шли один в одну сторону, другой в другую, и занимали МЕКСы вот эти, и потом там реклеймили. А я бы МЕК начал в Т2 апать после того, как там три генератора вокруг него обстроил. Не знаю, если бы были другие приоритеты. У нас приоритеты... Приоритеты занять острова. Потому что не займешь острова, проиграешь. Это самое важное на этой карте. Не займешь острова, проиграешь. И есть вот в этом нашем, блин, списке, про который я говорил, есть вещи, которые важны в долгосрочной и в краткосрочной перспективе. То есть сделать МЕКСы как можно раньше важно в долгосрочной перспективе, потому что общее количество массы будет у тебя больше и ты сможешь, например, выйти в экономику, у тебя всего будет больше. Но в долгосрочной перспективе нам самое важное сделать транспорт, побыстрее занять острова. Про транспорт еще надо будет, блин, поговорить подробно очень. Поэтому мы не стремимся максимально быстро занять экстракторы. Если бы мы стремились, мы бы двигали командира. Но в итоге все-таки занимать экстракторы очень важно. И поэтому, и, кстати, приоритет у нас ставится на камни. Приоритет на то, чтобы у нас была масса на транспорт и на генератор для транспорта. Поэтому первый инженер выходит в сторону камня. По пути он делает экстрактор. По пути дальше он делает еще один экстрактор, собирает камни и идет сюда собирать лес и экстрактор. А здесь лес, камень и экстрактор. Второй инженер идет ко второму камню примерно. По пути он берет экстрактор и довольно большую группу маленьких камней. И здесь тоже собирает маленькие камни. Идет еще один экстрактор и сюда идет потому что это тоже важно. И следующий инженер идет к следующему, ближайшему экстрактору. То есть все, камни кончились. Большие камни кончились. Это был первый приоритет. Но при этом остальные вещи тоже важны, поэтому мы их по дороге делаем. Поэтому мы пошли сюда, а не ко второму экстрактору, например. И здесь есть лес, который тоже лес с группами является довольно высоким приоритетом. Но они достаточно высоким, чтобы чисто просто именно мне важен этот лес. Я его собираю по дороге к следующему экстрактору. Вот это, ну, когда ты уже, блин, тебе не успеваешь ничего делать, ты можешь с фабрики поставить на такмуф инженеров, чтобы если они бы не просто стояли, а хотя бы что-то собирали. Я здесь пытаюсь сделать так называемый сетонский, я не знаю, сетонская ходьба по лесу, можно назвать. Когда ты жмешь мувордер в эту точку, вот на этот камень, например, и затем нажимаешь реклейм, и по краю круга кликаешь реклейм, реклейм, реклейм. Потом ты вот у нас вот такое расстояние билд рейнджа, и потом вот примерно на пол билд рейнджа двигаешь, и опять реклейм, реклейм, реклейм в радиусе. Клик, реклейм, реклейм, реклейм. Это такая сетонская ходьба по лесу, видите, у меня не получается, он все равно пошел. То есть смысл в том, чтобы он ходил и не сбивал деревья. Я прокликиваю в других местах, вообще-то, видим, я что-то еще делаю. Я могу отвлечься просто во время игры, потому что у меня вот эти уже на 12 секунд прошло, я только занимаюсь этим инженером. Это довольно полезно, потому что энергия нужна для транспорта. То есть это, как по мне, это стоит того, что задержится этот экстрактор слева. Этот инженер посылает сюда ассистить. Здесь этот почему-то стоит на месте. Я не понимаю, почему я не посылаю занимать вот этот экстракт. Ну, просто ошибка такая, не знаю. Прокликиваю еще. Здесь до сих пор не прокликано сюда. Посылаю инженера ассистить, потому что нужны инженеры, потому что чтобы было что дропать. Очень большая проблема на этой карте, что когда ты загружаешь всех инженеров, у тебя на базе не остается инженеров и у тебя остается 600 масс например, в хранилище. А это немало. И здесь, посмотрите, я лес обхожу группами. Не знаю, привычка. Посылаем инженеров опять же, часть ассист. когда фабрика еще в строительстве, нужно уже заказать в тот момент транспорт или что вы будете делать, если не транспорт. И заказываю дальше камень, экстрактор, лес, камень, экстрактор, лес. Инженер окупят, куда они идут вообще, приоритеты. И уже вот здесь сложный метагейм идет. То есть, наши острова вроде как вот этот и вот этот. Есть какие варианты событий. Я посылаю транспорт влево и оппонент посылает транспорт влево. Я посылаю транспорт вправо, оппонент посылает транспорт вправо. Или может быть оппонент посылает транспорт влево, и а я я посылаю влево а он вправо если я посылаю влево а он вправо то мне блин ближе к этому острову чем ему поэтому душ особенно если ему лететь с этого острова сюда поэтому по метагейму по тому как играть нужно загружать 5 6 4 5 6 инженеров и дропать например 2 сюда 3 сюда и при этом нужно как-то умудриться сейчас командира пораньше послать сюда потому что я ожидаю что оппонент сделает то же самое при этом первый разведчик обязательно должен лететь сюда и разведать алия не дропает ли наш оппонент на этот же самый остров то есть поэтому меня именно такой билл я кстати забыл разведчика видимо я знаю я мог забыть про это важно то что сейчас объяснил то что супер важно я мог про это забыть вообще и блин пока у меня масса не кончится я не люблю уходить командиром здесь вот очень на бреги напрягающий момент что вас заметили мимо а ну я помню что надо посылать разведчика но мне кажется после транспорта надо было делать быстрого разведчика нужно знать куда дропает оппонент и здесь нужно дропать примерно в те места где можно будет построить фабрику например если дропнуть сюда можно построить фабрику здесь и здесь вполне можно две фабрики строить а и 6 инженеров фабрика возможно все таки должна быть приоритетом здесь но здесь есть еще один чертово подери приоритет разделить инженер то есть по идее мне хватает ресурсов на фабрику я решил сразу заранее заказать это тоже как бы один из приоритетов который у вас есть эффективно потратить ваш микроконтроль в каждый момент времени должны что-то заказывать чтобы не было таких ситуаций что у вас в трех местах одновременно появились инженеры которые ничего не делают и вам срочно нужно микрить 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 во всех сразу трех местах нужно побольше заказывать на будущее и тогда меньше проблем и это будет то есть здесь как должно быть чтобы этот разведчик был гораздо раньше чтобы я мог знать что мне например можно высаживать на эти островки или вообще лететь сюда на другой или или побыстрее куда-нибудь вообще сбросить их инженеров полететь на базу забрать новых и высадиться уже сюда если оппонент высадился здесь в случае с какая мета если у вас истребитель защищает транспорт вы во первых вы можете микрить транспортом чтобы истребитель перестал стрелять раз но это не работает всегда потому что можно микрить истребитель чтобы он не переставал стрелять второй важный аспект это поворачивать при нам не поворачивается нос истребителем следовать со вашим транспортом чтобы если вражеский истребитель следует за вашим транспортом то транспортом то вы будете на хвосте у него то есть врагу обязательно придется именно сначала убивать ваш истребитель они ваш транспорт как видите ресурсы более-менее нормально тратятся так что по строительству базы как бил в этом плане не обрали менее нормально здесь много леса он в приоритете таком довольно большом это сочный лес так называемый я нихрена не заметил здесь много инженеров я заметил только одного вообще по моему вижу 2 а у меня есть три извините меня что за это самое поэтому я высаживаю не успеваю ничего сделать высаживаю на край и здесь какой вариант какой момент может быть придет командир и это нихрена бывает даже не страшно придет командир вы здесь ставите три фабрики например и турель qt1 турель qt1 что сделал не даст командиру подойти одна фабрика будет делать вообще пофиг что но главное чтобы одна фабрика делала влево артухи обходила ходила по одному краю 2 фабрика будет обходить второму краю и они там с атаку вам например отсюда идут и атакуют то что здесь и там прибудет командиром будет пытаться строить фабрики он пойдет влево убивать арту он пойдет вправо убивать арту но и ему будет не сладко вообще убили транспорт срочно строим еще один вообще нужно было гораздо быстрее делать сейчас должен быть какой-то приоритет именно на то чтобы занимать этот остров я вижу в общем вот один инженер то есть джаги ты бр играет как-то неправильно то есть мне везет с оппонентом он эту карту плохо знает и у нас сейчас то есть на рекламе на 10к уже энергии здесь занят остров почти один а у него то есть такого нет но и при этом кстати я умудрился сделать обычно я не делаю я эко а именно стараюсь ставить очень большой приоритет на то чтобы занимать строго потому что один экстрактор в т2 это все равно что плюс 2 экстрактора тебе а занять остров это то есть получается раз два три четыре два экстрактора который ты себе забрал и у оппонента отобрал то есть 42 экстрактора стоит посылаю наконец командиру очень поздно прилетает бомбер но извините меня он ионский и вообще воздушка есть и у меня есть истребитель на 4 фабрики инженеров он не убил посылаю там лабов убивает экстракторы который есть нечего тут стало как-то стрёмно на базе начал делать артуху пару штук появился может даже фрегат приплывет и я занимаю вот это и все как бы похоже игра выигранная дропнулся сюда раньше я даже не знаю нужно идти сюда командируем тут прилетает еще какой-то транспорт я его замечаю и избиваю высаживаться на остров поздно мандир джаги ты идет чему-то направо и все игра выиграна все я занял его остров а он не занял мой то есть вот это метагейм о том куда лучше послать транспорт и куда лучше в первую очередь разведывать чтобы решить куда послать транспорт он здесь играет очень важную роль и у нас даже фабрика быстрее встает водным я кстати предпочитаю собирать лес а не строить фабрики здесь но можно и строить фабрики вполне кстати вообще хорошо собирает инженер классно бы добавили сколько тип собирал инженер вот так ветеранство показывает сколько там чего он это ну юнит на убивал я даже по эко то есть не отстаю и он делает т2 потому что он видит ситуацию четыре острова против двух надел чиз и он делает этого командира и должна где-то быть два фабрика либо он ее сделает после этого либо он не сделает сразу когда либо сделает гены сразу после гена сделать но скорее всего ген ему не нужен т2 у него много т1 и он это самое хватит энергии сделать транспорт довольно много и один на делает это два ген одновременно 102 транспорта два транспорта очень дорого облетел по моему что-то мое здесь меня уже т2 е-мое у меня т2 микс даже здесь здесь есть x здесь три фабрики они будут делать строится еще фабрики они будут делать артушку который будет убегать за радиус вот этих всех турели и за радиус командира и я ему не дал захватить фабрику я ее контрол кашну ну и все короче это gg то есть он этот остров еще не отобрал и не факт что он его отберет и хотя у него есть два флота это круто это круто реально даже не заметил это круто потому что это очень хорошая мета на этой карте берешь т2 destroyer и ставишь точку сбора вот здесь то есть точку сбора возле этого возле острова а потом следующий destroyer идет к следующему острову и все то есть следующий destroyer идет к следующему острову и они просто стоят расстреливают все что есть на острове ты выигрываешь и за я так играю когда мне нет достаточно большого количества микроконтроля есть есть артиллерия который успел убежать от командира и от турелей и эта артиллерия убивает турели а если бы он делал фабрики они турели это артиллерия блокировала бы фабрики и это то как нужно справляться с ком дропом если что давайте ускорим до конца не знаю а кстати он высадился ионские про порты очень мощная штука мне приходится туда-сюда и чтобы построить и кстати да получается я решаю его заспамить что ли с вами заснайпить меня есть торпедники меня здесь а заснайпить да у меня же есть во флот тоже и столько фрегатов что здесь с полетная зона образуется 50 58 фрегатов у него то есть 11 но но есть здесь дестор но очень опасно он стоит до сожалению надо опасаться арты особенно тигранской она станет и у меня здесь ничего не осталось он может до надеяться на ветеранство за убийство экстракторов я уже подхожу сюда сам начинаю строить меня здесь фабрики то есть артиллерия не дает строить прилетает свифт wing огребает от фрегатов давайте ускорять то есть я решаю его убить почему потому что я могу кстати важный момент он мог попытаться улететь это было очень опасно но мне кажется я это я это видел истребителями за ним полетели а дропнуться он бы мог например в воду рядом чтобы избирать истребители ну и как бы у меня на базе почти все т2 здесь 4 3p2 production хорошие по флоту это я в итоге отстроил решил построить сервера потому что мне знаю может он еще раз сможет группу полны дропа арты на гены это хорошая тактика такая вот игра на рано где я реально знаю что делать то есть если до этого во второй части блокарта на которые понятия не нечего делать я просто то есть вышел инженер посылаем на ближайший мекс на ближайший приоритет здесь я знаю что делать я знаю что остров это максимальный приоритет можно на самом деле выиграть не занимая остров окнув и к на на двух своих островах но это сложно лето и и дом и у Продолжение следует...